Повелители воздуха недавно окончены, финал действительно заслуживал шоу. Это был лучший из девяти эпизодов, я думаю, это лучший способ завершить сезон, ведь шоу заканчивается настоящим взрывом. Повелители воздуха — это часть неофициальной трилогии Спилберга, включающей также «Братьев по оружию» и «Тихий океан». Так что, как шоу подошло к концу, я решил сравнить его с «Братьями по оружию» — лучшей частью трилогии, и посмотреть различия личей схожести. Также оценить качество. Так что не ждем, вот «Повелители воздуха» против «Братьев по оружию» — что лучше. Это содержит спойлеры из обоих шоу. В тариалах, построенных на реальных событиях, важность повествования — основа шоу. Она должна быть гладко и правильно рассказана из-за множества причин, из уважения к реальным людям за основу в честь умерших, евшими жизни, но также для ощущения реальности, словно переносят во времена происходящего. Велителями неба хорошо справились с этим. Было четыре героя — Бак, Баки, Кротс, Розенталь, через которых рассказывали сказанную историю, пока Кротс повествовал. А Бак и Баки — лидеры — видали их пути и пути под в Торбхабадз и рискуя в своих полетах. Хороший формат иллюстрировал реальных персонажей. Что произошло и с «Братьями по оружию». Братцы, но пока была иерархия, что проводили больше времени с Уинтерсом, наряду с этим. В каждом эпизоде был персонаж, с которым мы проводили больше времени. Будь то Соубелл в первом эпизоде, Блайт в третьем, Бык в четвертом или Докроу в шестом эпизоде, но даже при таком фокусе время с ними проводили и узнавали о других людях оттуда. Что-то было больше похоже на настоящую банду братьев. Хотя подход в повествовании о людях был очень похожим. Это было гладко с бандой братьев просто потому, что мы видели как можно больше людей, и их истории имеют много слоев и глубины. Я думаю, как это можно сравнить с повелителем телевоздуха, например, Куин в Бельгии, стремящийся уехать из оккупированной Европы, мы не видели, как путешествие происходило после того, как он-он приехал в Торп Эбботс. И я не был его большим поклонником, потому что мне хотелось бы посмотреть, как он вернулся, каким риском он подвергался и кто ему помогал. Кроме того, я также чувствую, что Дейн-Дей был чем-то грандиозным. Было бы здорово увидеть его с воздуха, но мы так и не увидели его, а получили только кадр одной в пару секунд. Я понял, почему они так сделали, ведь они рассказали тот Дейн с точки зрения Кросса, и очевидно он заснул, но я думаю, что мы пропустили нечто-нечетное. Поэтому я бы сказал, что в плане изучения персонажей и время провождения с ними в Мастерах Воздуха была более определенная иерархичность персонажей по сравнению с братья по оружию, и хотя это не негативный момент, я определенно чувствую, что предпочел бы подход в братьях по оружию, потому что мы просто узнали так много о большем количестве людей. Что-то, позволяющее нам устанавливать глубь-глубкие связи с второстепенными персонажами, но же все они казались реальнее. Вносительно времени, братья по оружию превосходят Мастеров Воздуха. По оружию не перепрыгивали через большой промежуток времени за один эпизод, кроме первого, когда мы вернулись на два года назад, чтобы увидеть тренировки. В Тухом океане и Мастерах Воздуха время кажется мгновенно проходящим. Сегодня день Д, затем пропуск вперед на два месяца, что выбило меня из колеи, потому что казалось, что мы упускаем что-то важное. В братьях по оружию мы чувствовали глубину происходящего. Время воспринималось реально. Время двигалось во время просмотра, каждый эпизод был почти чем-то особенным. Если к следующему эпизоду он ускорялся на несколько недель, это было не так важно, потому что эпизод закончился, и мы были готовы идти дальше. Что касается братьев по оружию, интервью в наьювле каждого эпизода было подходом, который, как мне показалось, работал. Видели исти-исти героев, представленных на экране, каждое слово в начале было связано с основной темой эпизода. Без разницы, говорили ли они о высадке в день Д, о страхе, с которым им пришлось столкнуться, или об обучении, которое прошли, это хорошо устанавливало эпизоду, а потом, когда мы видели, как разворачиваются сцены, это связывало нас с тем, что нам рассказывали ранее. Я считал это действительно удачным. Очевидно, повелителям воздуха тяжело это сделать. Из прошедшего времени многих мужчин уже нет, и четверо членов. «Are Alive» не были представлены в качестве главных героев в сериале, и интервью не были включены. Тем не менее, они все же появились на премьере шоу. В единственный раз, когда нам удалось увидеть настоящие лица и истории людей, которые были изображены на экране, были в самом конце финала. Что-то, что действительно произвело реальное впечатление и было чрезвычайно эмоциональным, когда играла. Приняя все это во внимание, я должен сказать, что мне кажется, что подход к повествованию в Band of Brothers был намного легче для восприятия. Мне казалось, что в нем было больше моментов, которые зацепили меня и заставили себя почувствовать, что я не могу оторвать глаз от экрана, и каждый эпизод был просто замечательным. Эпизоды Повелителей Воздуха были фантастическими. С этим нельзя не согласиться. Но я бы сказал, что он, вероятно, достиг пика всего на пару эпизодов раньше. Это означало, что в преддверии финала существовала неопределенность относительно того, в какую сторону он мог уйти, но обеспечил феноменальную кольную контовку. По этим причинам отдаю предпочтение сценарию Band of Brothers. Рассказ был великолепен. Эффекты в обоих шоу различны. Band of Brothers вышел более 20 лет назад. Части сериала устарели. Обсуждая съемки в воздухе, очевидно, Masters of the Air выигрывает. Но не только в этом. Это также о передаче окружения, ощущений персонажей, враждебной обстановке жизни и смерти. В Brothers вероятен, погружая нас в тесноту окопов в Брейкоре. Холод баста. Страх при прыжке в день-день. Через использованные камерные углы, струксета, освещение, звук и другие доступные ресурсы это осуществлялось. То, как мне кажется, мастера воздуха смогли воспроизвести, но превзойти. Но мастера воздуха отлично справляются с СССР на другим. Процветают, пока нам опасность в небе. Самолеты, летящие навстречу, должны были преодолевать то, что выглядело как полоса при запрессе в небе, оставаясь в воздухе и отбиваясь от врага. К тому же, ощущение клаустрофобии в возбужденном панцире, где присутствовала уязвимость и отсутствовала возможность побега, если не сбрасываться на вражескую территорию. Поэтому, с точки зрения визуальных эффектов, я думаю, что мастера воздуха определенно побеждают. Но что касается захвата определенных аспектов персонажей и окружения, мне кажется, в этом контексте «Братья по оружию» превосходят, или, по крайней мере, равны «Властелин Эфира». Это точно трудный выбор. Разговор о концовке обоих сериалов, возможно, максимально вопросный. Финал «Властелин Эфира» был настоящим путешествием, там было много, что заставило его казаться эмоциональной воронкой. А в финале «Братья по оружию» создавалось впечатление, что все свелось к окончанию и живописному отображению мировых изменений. Контрастировали кадры начала, где Винтерс просто спокойно плавал в австрийском озере в финале, что было настолько отлично от высадки в Нормандии в день НДНД или хаоса в Бастонии. Это точно демонстрировало прогресс и приближение конца войны, и изменение в жизни этих людей после возвращения домой. В «Повелителях воздуха» многое происходило и требовало завершения, когда мы приступили к финалу. Я не считаю это противоречием, ведь нам удалось получить замечательные сцены в финале. Например, сцена, где Розенталь выпрыгивает из самолета, была потрясающей. Прогательный момент, когда старик выражает страх, что убитых евреев забудут со временем. А также свобода, когда Бак вернулся в Торп Эботс, освободили Старлакс 7, и Баки поднял флаг. Уча характер обоих шоу, мы сильно привязали к персонажам и к истории. Финал действительно был конечным, потому что мы больше не будем проводить время с этими людьми и персонажами, к которым мы так привязались. Бен Брадерс завершает интервью подобно Мастерс оф де Эр. Идеальное окончание. Не просто пирать. Я брал Бен Брадерс, сравнивав оба. В последней части не надо дополнительно рассказывать, все шло своим чередом. Поветели воздуха, дарили действия, волнение и смерть оставалось до конца войны. Так, финал был сильным и коэффективным, просто по-другому. Заключение, сравнивая оба шоу, есть явный победитель. Но Повелители воздуха были хороши, несмотря на односторонний исход. Это было невероятно, и во трансляции это было лучшее на ТВ. Мы ждали сериал почти 14 лет, с выхода Тихого океана в 2010-м, и я слышал, во многое сделано, чтобы технологии были на месте для визуализации, чтобы выглядеть наилучшим образом. И это выглядело поразительно. С братьями по оружию в том, что это просто такое хорошее шоу. От лучших шоу, когда-либо созданных, есть причина, что оно второе на IMDb без документальных фильмов. Братья по оружию передают эту реальность, его концепция и течение времени, убедительное исполнение. И я просто не думаю, что оно когда-либо будет повторено или побито, потому что...